Кажется, я пришёл до сюда. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и как вы видите, сегодня у нас довольно-таки серьёзный и масштабный ролик, потому что я взял с собой алмазный меч, я взял с собой железную кирку, дофигища факелов, три стака и двадцать штук и восемнадцать хлеба. Я так много еды беру, когда я либо сериал смотрю, либо когда иду на какой-то крупный движ. Ребята, кажется, я пришёл. Вот нужно ориентироваться по радуге. Да, кажется, я здесь. Это этот вход, это этот. Да, ребята, мне что-то даже страшно туда идти. В общем-то, ребята, я вычитал в интернете, что в Майнкрафт-мире со специальным седом есть одна интересная пещера. И в этой пещере много-много легенд, много тайны. Также там много просто несусвестных богатств, которые пытались докопаться все, но не у всех, естественно, это всё, ребят, получилось. И мы сегодня попробуем с вами пройти туда, ну, хотя бы посмотреть, что там. И, как видите, я уже захожу в эту шахту и давайте смотреть, что тут. Ё-моё, тут реально давно никто не был. Мне кажется, знаете что? Мне кажется, это как и все легенды в интернете. Это просто заброшенная шахта. Всё это преувеличено и нет тут никаких богатств. Потому что, ну, если бы были, тут бы точно всё добыли. А посмотрите, тут всё заброшено, тут всё давно старое и так далее. Поэтому давайте ещё факелаем. Благо, я много взял, потому что пещера реально огромная. И, как видите, я собираю и железо, и уголь. Опа! А это что за руда такая у нас интересная? Я впервые такую вижу. Рубин? Рубин, ребята! Вы знаете, сколько он стоит на Майнкрафт-рынке? А вот это вот уже хорошо. Я нашёл рубин. Слушайте, тысячу лет его не добывал. Серьёзно? И тут его так много. Гоже, господи, как хорошо, ребята. Я так рад, что тут так много рубина. Это просто прекрасно. Это просто чудесно. Так, всё, давайте добываем, добываем до конца. И давайте вылазить отсюда. Всё. Мне уже даже на железо наплевать, ребята. Даже уже на железо наплевать. Всё, погнали. Тут у нас паутина. Ещё дофига всего. О, ещё рубин, ребят. А вот про богатство я, так сказать, верю. Я верю. Блин, лопату забыл с собой взять. Ну, ничего. У меня уже есть уголь, у меня уже есть всё. Я, в принципе, могу скрафтить. Тем более, дерево у меня там в интере, по-моему, есть пару штучек. Я думаю, скрафчу что-нибудь. Или я не взял. О, ё-моё. Так, не понял. А это что ещё такое? Погодите, тут какой-то рюкзак лежит. Вы это видите? Подождите, тут реально рюкзак какой-то лежит. И что внутри? Какие-то штучки заброшены. И всё. Просто, просто странно. Какой-то рюкзак. Окей, хорошо, без проблем. Видимо, кто-то оставил из шахтёров. Может быть... Ребята, может быть, я тут вообще не один. Может быть, реально тут кто-то есть. Сколько ж тут рубинов. Ладно, хорошо. Давайте не будем на всех рубинах зацикливаться. Не будем вот это вот так вот тупить. Будем просто идти дальше, идти дальше. Ё-моё, сколько тут паути. Ну, тут что, пауки, что ли, живут? Надеюсь, я их не встречу. Да, если встречу, то победю их всех. Ребят, их что-то тут... Да фига! Эээ, чё, чё они какие мощные? Тихо, тихо, тихо. Ребят, он меня траванул, он меня траванул в натуре. Ё-моё, тут что-то... Ребят, мне что-то не нравится это место уже. Оно мне начинает не нравиться. Давайте уж атакуем этих пауков всех. У-у-у, грохнем их. Тихо, 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 пожалуйста. Паучки, аккуратнее, не нападайте на меня. Не надо. Чёрт, давайте ломаем эту паутину. Благо, у меня есть с собой алмазный меч. Им будет намного проще ломать паутину. Так, где я? Я так понимаю, слушайте, чуть-чуть такое-то... Вау, это пёрпл кристалл, смотрите. У него такое большое описание, он светится фиолетовым цветом. Это, наверное, что-то это значит. Ладно, вернёмся сюда попозже. Давайте лучше пойдём дальше, посмотрим, что тут ещё есть. Тут также есть дофига паутины, ё-моё. Сколько уже можно этих пауков сюда? Сколько уже можно этих пауков сюда? Скажите, пожалуйста, я вот это вот не понимаю. Вот стончат меня пауки. Всё, 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 всё. Надеюсь, их больше тут не будет. Так, тут уголь, ещё рубины немножечко. Дофига паутин, ё-моё. Мне сейчас через это всё пролазить, пробираться, конечно. Врагу не пожелаешь, ё-моё. А ещё меня вот это пугает. И, кстати, напишите в комментариях, сколько я за это видео сказал фраз «ё-моё». Но, ребят, серьёзно вам говорю, мне кажется, что что-то тут да есть. Потому что, ну вот реально, я вот иду. Опа. А тут, смотрите, какая-то белоснежная шахта. Реально, посмотрите, тут ничего нет. Это какая-то руда. Что это такое? Это типа мел или что? А-а-а, это солевая пещера. Я понял, ребята. Тут всё из соли состоит. Прикольно, прикольно, прикольно. Надо добыть немножечко. Хотя, ладно, пофиг. Мы пришли сюда, ребят, за богатствами, как написано в интернете. Опа. Тихо, тихо, тихо. Повару уже в руки. Это что, ребят, такое? Это... Погодите, это чей-то дом и... Нет. Чё это такое? Не понял. Почему-то стоит кровать, почему-то стоит дверь. А-а-а, доски какие-то. Да и ещё один сундук, кстати. Точнее, господи, этот. Как там? Ну, вы поняли. Вот этот рюкзак. Чё он тут делает? Смотрите. Опа, тут лопата лежит какая-то, ребята. Записка шахтёра. Что это значит? И, кстати, она тут лежала уже очень долго, потому что у тебя в пыли. Ну-ка, сдуем с неё пыль. Фух. Всё, давайте посмотрим, что тут написано. Офигеть, ребят. Тут чё-то реально написано. Давайте читать. Привет. Три дня я добирался до этой пещеры. И ради чего? Ради того, чтобы увидеть этот завал, я не был готов к таким испытаниям. Видимо, я тут не первый и не последний. Когда я шёл сюда, в конце этой пещеры ожидал увидеть много, но не кровать с дверью и пару досок. Кто-то явно был на той стороне завала, в моих глазах темнеет. Сил копать дальше нет. Нет, наверное, какой-то из пауков всё-таки успел пустить каплю яда. То есть, про какой завал он говорит? Про этот? Это завал? А я подумал, это тупик. Хорошо, что тут в книге было написано, а то бы я вообще не понял. Ребят, то есть, по записке какого-то там шахтёра, мы с вами понимаем, что шахтёр копал очень долго вот эти вот солевые пещеры, докопался до этого завала, и я так понимаю, подумал, что там ничего нет, а потом увидел вот это вот и понял, что явно там кто-то есть. Ну, ребят, что ж, прокопаемся. Раз тут есть у нас лопата, давайте пробуем прокопаться, ребят, потому что, мне кажется, это будет круто. Блин, мне кажется, ребят, там что-то точно есть. У меня даже немного подвисает Майнкрафт, вы это видите? На ваши глаза, смотрите. Опа, лайфхак сейчас. Хотел вам лайфхак показать, как факел ставить. Смотрите, опа, и всё. И вот так вот всё сломал. Ну так вот, у меня лагает Майнкрафт, это значит, там что-то есть, ребята. Ё-моё, тут очень пыльно. Ребята, это жесть. В такие места очень опасно ходить. Давайте поверху копаться, меньше, чтобы пыли было. Так, проникаем сюда, давайте, давайте, давайте. Как же тут много гравий, может это реально тупик? Я вообще не туда иду. Погодите, я куда-то выкапываюсь. Я куда-то, я куда-то выкопался. Сразу факела. Ставим факела, ставим факела. Где я? Я в какой-то шахте. Что тут у нас? Тут у нас печка на вагонетке. Окей. Тут у нас ещё доски и сундук. И чего? Тут есть револьвер. И патроны. Что, простите, ребята? Смотрите, реально револьвер. Он работает! Ё-моё, тихо, 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 тихо. Я не хотел. Я не хотел всё это делать. Я случайно, ребят, извините. И тут дневник Тома. Какого ещё Тома? Не понял. Дневник Тома. Давайте почитаем. Ух ты, нифига себе. День 320. Кажется, Джон и Алекс ведут себя подозрительно. Они явно мне что-то не договаривают. Ребят, то есть это уже какой-то Джон... Я понял, ребят. Кто не понял, объясняю. Там за завалом был шахтёр. Он копал. Когда докопался до этого места, он забил и просто ушёл. А по эту сторону завала были вот как раз-таки вот эти вот Джон, Алекс и Том. Три человека, я так понимаю, это три шахтёра, которые пытались найти богатство. Но сейчас мы это узнаем. Неужели они решили меня кинуть? Знак вопроса. День 321. Мы решили завалить за собой проход. Я понял. Я понял. Алекс уверен, что есть и подругой выход. Поэтому, чтобы никто не нашёл пещеру, мы проход завалим. Та-та-та. 322 день. Алекс уже здесь всё пытается найти выход из дома. Я не думаю... Ребят, слушайте. Короче, я, кажется, понял что-то. Смотрите. В общем-то, тот шахтёр реально, он дошёл до сюда, увидел, что завалено, а завалили вот эти вот ребята. Вот эти вот трое ребят. А вопрос зачем? Видимо, они решили скрыться. Ну ладно, хорошо. Давайте пройдём дальше. Не буду же я это всё читать. Мы сюда пришли за богатствами. И... Ё-моё, а чё не добывается? Видимо, на эту руду нужна какая-то гиперсильная кирка. Иначе я, ребят, не знаю. Иначе я не знаю. Так, ладно, погнали дальше. Тут что? Опа, руда какая-то и... Это... Вау! Это блейзовый порошок? Серьёзно? Ребят, я, если честно, думал, что его можно добыть только, не знаю, в аду. Но никак не в пещере. Слушайте, это реально своего рода ценная пещера. Я вижу какой-то ещё рюкзак и... Рядом скелет. Ребят, слушайте. А это, случайно, не вот эти вот три дружка, которые тут вот эти книжки написали? Которые вот тут вот были? Давайте-ка посмотрим, что в этом рюкзаке у нас. Так, открываемы тут какие-то кристаллы. Вот это я заберу, они могут быть ценные очень. И какая-то дневник Джона. То есть, это был дневник Тома, а это дневник Джона. Давайте посмотрим мысли второго человека. День первый. Я начинаю вести свой дневник после того, как я, Алекс и Том нашли эту пещеру. В ней очень много полезных ископаемых. Это я уже заметил. Второй день мы заметили, что в пещерах обитает враждебная фауна. В смысле? Как понять? Он, мы их не смогли перебить. Так, 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 понятно. Третий день. Четвертый день, пятый день тут есть. Тридцать второй день? Что? Не понял, почему тут вырваны страницы. Черт, ребята, тут вырваны страницы. Офигеть. Завалили... Была ошибка. Я понял. Ребята, они, видимо, теперь сожалеют, что завалили тот большой проход. Потому что не могут найти выход отсюда. Вот это история, конечно. Представляете, все это тут происходило. Пока мы там с вами, не знаю, пили чай. Возможно, в это время дома были. Пили чай. Я там, не знаю, может быть, по улице гулял, может быть, тоже дома сидел, там, играл, хавал, что-то делал. А в это время тут разворачивалась вот такая драма. Я их никогда не думал, что эта пещера станет моей могилой. Бедный Алекс, бедный Том. Вот это вот, ребят, видимо, был и конец. И... Что? О, что это такое? Тихо, тихо, тихо. Тут какие-то, тут какие-то непонятные... Что это за место? Ребят, тут какой-то дом. Я нашел дом в этой странной пещере. Вы посмотрите на это. Тут есть какой-то дом. Какой-то дом. Что? А если там кто-то есть? Так. Благо, я нашел револьвер. Давайте. Давайте пройдем. Отстань от меня, отстань, отстань. Черт, не хотел уже шуметь. Ладно, хорошо, пофиг. Давайте уже разрубим эти лианы. Давай дверь открывайся. Все, проходим и... И... Заброшенный, ребята, дом. Никого тут нету. Но сундук тут есть. Какая-то еда. И дневник Алекса, ребята. Дневник Алекса. День 75-й. Я нашел... Я нашел снизу необычную руду. Никогда подобное не видел. Надо взяться больше за ее изучение. День 76-й. Я еще не сообщал находке моим товарищам. Надо более подробнее изучить руду. То есть это уже Алекс пишет. Я понял. Смотрите, у него тут дофига записок, ребята. Это жесть. То есть он тут расписывал, как они развивались. Как они жили. День 100-й даже есть. 101-й. Вы можете это прочитать, кому интересно, ребят. Но эта история, это... Это просто жесть. Ладно. Не буду на это слишком много времени тратить. Он говорил про какой-то... Опа. Вот, ребята. Он говорил про то, что нашел какую-то секретную руду снизу. Ну что ж. Давайте посмотрим, что тут за руда. Ой, е-мое. Напугался этого скелета. Никак не привык. Но, ребят, смотрите. Тут у нас какая-то руда есть. И вау. Я впервые вижу такую руду, ребята. Это очень странная руда. Реально, смотрите. Айди у него какой-то необычный. Смотрите, какой огромный. 4264. Это просто жесть. И тут я вижу, ребят, еще какой-то рюкзак. И рядом скелет. Видимо, это последний из этих ребят. Вот смотрите. Ствол такой. У них есть. ИНТ. Зажигалка. И страница Алекса. Это та... Это, кажется, та выдранная страница, которая была из того сундука. Точнее, из того бэкпэка. День 103. Что я наделал? Я убил своих друзей. Боже мой. Это руда проклятая. В смысле, руда проклятая? Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нафиг, нафиг, нафиг. Ребят, знаете. Это довольно-таки странно. Это довольно-таки... Даже я бы страшно сказал. Моя жадность и беспечность все-таки сгубила меня. Ладно, меня. Но, Джон и Том, я не могу так дальше жить. Ребят, это просто жесть. Это просто жесть. Если кто-то будет читать это, знайте, не копай эту руду. И второе. Взорви эту пещеру, чтобы никто больше не нашел. Ребят, это что, правда, что ли? Ну, слушайте. Судя по этим документам, судя по этим всем письмам и так далее, мне кажется, почему-то, что это правда. Реально, я не особо хочу тут больше находиться, если честно. И меня довольно-таки сильно пугает эта шахта. Реально, давайте, может, свалим отсюда. Только для начала надо поджечь, а теперь быстрее сваливать, пока это все не бабахнуло. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте, все, сваливаем, убегаем. Тихо, ю-моё, бабахнуло, бабахнуло, бабахнуло. Все, ребята, сваливаем. Слушайте, мне вообще реально тоже не нравятся ауры этой шахты. Нужно срочно валить отсюда. Я добыл эти рубины. Все, нужно сваливать. Ребят, как писал вот этот вот Том Алекс и его третий друг, забыл, как его зовут. Жадность погубит. Поэтому все, ребята, уходить надо с тем, что я уже добыл. Поэтому, ребята, сегодня мы с вами нашли дом в этой загадочно-страшной пещере. Я даже как-то заговариваться начал в середине ролика, потому что уже до речи потерял, какая тут история разворачивалась. Ладно, с вами был я, Компот. Не забывайте ставить мне лайки, подписываться на мой канал. Я... Тихо. Ладно, показалось, наверное, показалось. Всем удачно, спасибо и пока, ребята.